Меня зовут Алексей Ницца и сегодня я расскажу еще об одном инструменте, который позволяет зашифровать ваш чат при общении в интернете через браузер или мобильное устройство. CryptoCat – это бесплатное расширение для всех известных браузеров, таких как Chrome, Firefox, Safari и Opera, а также для мобильных устройств под операционной системой iOS. Сайт автоматически определяет, что я пользуюсь браузером Chrome и я устанавливаю это расширение. После установки появляется окно, где говорится, как запустить CryptoCat. Для этого я перехожу в раздел приложений браузера и вижу, что появилась новая иконка. Запуская CryptoCat, мне предлагается ввести свой никнейм и название группового чата, к которому я хочу присоединиться, или какой я хочу начать, чтобы потом пригласить туда своих собеседников. Также я вижу предупреждение, что CryptoCat не является защитой от программы Keylogger, а также не делает ваше интернет-соединение анонимным, лишь помогая защитить ваше общение от нежелательных третьих лиц. Открылось окно чата и я могу сообщить название комнаты своим собеседникам, которые тоже установили CryptoCat. Вижу, что к чату присоединился мой собеседник и написал мне ответ, но около его ника появился красный значок с восклицательным знаком, который говорит о том, что этот новый пользователь еще не авторизован. То есть надо проверить, на самом ли деле это мой собеседник или это другой человек. Для этого я нажимаю на значок и открывается окно. Проверить подлинно собеседника можно с помощью секретов вопроса-ответа, которые известны только вам, или можно проверить отпечатки, ключи безопасности, состоящие из символов. Ваш собеседник может продиктовать его ключ вам, например, по телефону, а вы сверите его с тем ключом, который отображается в его информации. Теперь после авторизации вы спокойно можете обмениваться сообщениями и файлами размером до 5 мегабайт. Теперь я проверю, как CryptoCat работает в чате Facebook. Для этого открываю вторую вкладку и вхожу через свой аккаунт. Открывается окно чата с моими друзьями в Facebook. А те из них, кто использует CryptoCat, отмечены иконкой. Здесь действует такая же система. Ваш собеседник должен установить CryptoCat для того, чтобы ваша беседа была защищенной, а также необходимо проверить собеседника с помощью отпечатков и секретного вопроса-ответа. Если теперь зайти в Facebook и посмотреть чат, то мы видим, что сообщения представляют собой набор символов. Таким образом, CryptoCat является простым инструментом, который позволяет сделать ваше общение в сети безопасным как в браузере, так и в мобильном устройстве.